Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел встречу с главными редакторами региональных СМИ. Темой мероприятия стали предстоящие выборы депутатов в городскую и областную думу. В 2020 году только в городскую думу баллотируется 106 кандидатов. Ранее подобная активность среди кандидатов отмечалась более 20 лет назад. С чем это связано, спросила главный редактор медиахолдинга «Вечерний Магадан» Наталья Мефтохудинова. Как по-вашему, зачем оно и нужно людям? И откуда такой высокий политический интерес к своим гражданам? Я считаю, что это нормально. Единственное, надо понимать, что она потребует довольно такой усидчивой работы, потому что надо изучать очень достаточно много документов, зачастую сырых, и надо все-таки понять, что ответственность существует, и самая главная возможность влиять на ситуацию. В продолжение темы журналисты муниципального телеканала поинтересовались у главы региона о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед новым составом депутатского корпуса. По словам Сергея Носова, одним из самых важных моментов – это распределение муниципального бюджета по всем необходимым направлениям. Именно это распределение является принципиально важным, потому что оно открывает возможности для дальнейшей работы. Хотя сегодня исполнительные органы власти, что на местах, что в регионе должны в рамках, почему существует трехлетняя программа или бюджет трехлетний, сегодня существуют нацпроекты до 2024 года. Понятно, что некоторые цели будут скорректированы с учетом создавшейся ситуации, но в целом по Магаданской области вопрос сегодня только один – для исполнительных же властей. Это проектно-сметная документация и вперед. Качественная только. Кроме того, журналистов интересовало, как будет организовано проведение предстоящих выборов в существующей противоэпидемиологической обстановке. Многие избирательные участки размещены на базе общеобразовательных школ и будут работать в течение трех дней. В такой ситуации снизить нагрузку по подготовке к новой учебной неделе поможет активное участие в выборах именно в первые два дня. Напомним, в этом году решением ЦИК России голосование будет проведено с 11 по 13 сентября.